Александр Булычев Александр Булычев Всего через несколько мгновений стартует этот поединок. Алексей Кульбаков обслуживает сегодня сутнюю встречу. Один из лучших рефери в стране. Ему помогают ассистент. Является наставником Брестского «Динамо». У нас все готово к началу поединка. Ну что ж, на старт, внимание, марш, да? Ну, насчет «все готово», да? Я бы обратил внимание, как команды именно подготовились к этому старту. Заметь, что если Брестская «Динамо» вышла в тренировочных костюмах у «Шахтера», многие игроки пели гимн, да? То «Шахтер», где это так, игроки наоборот напряжены. Игроки сразу вышли в первый матч, что он выставочный. Ну, давай исходить из того, что в суперкубковых матчах всегда играл Батте. Да, Батте действительно с того, что он начинается. И команды уже, в принципе, должны быть опаснейший момент. Какой мяч в сетке оказывается? Вот это да, то, о чем ты говорил, Юр, так и есть. Самый что-нибудь боевой футбол. Первый же опасный подход, опасный стандарт. И Александр Найок разрядил свою мортиру, выстрелил в перекладь. Это стандартный момент. В принципе, «Шахтер» начинал это довольно агрессивно. Мне кажется, тут, видишь, еще и много мы говорили об Александре Гутере. Но немножко он тут, наверное, неправильно, как мне кажется, сыграл после этого удара. Где-то упустил он ситуацию, да. И тут, конечно, и защитники тоже достаточной позиции, да, которую мы не первый раз занимаем. Но вот непривычно смотреть в таком антураже. Оно очень красиво смотрится. Я уверен, картинка красивая. Но! Ну, вот дальний удар, и видишь, может, нас и... Там сражается за эти мячи и разбрасывает подключающимся партнером. Вот и сейчас как раз зацепился за мяч у нас Лавцев. На подборе действует Наёк. Наёк бьет еще раз. И результат, может быть, не столь большой имеет здесь вес. Однако все это возможности. А здесь возможности ударка Бодула. И сразу с хода он пробил. Классно Баланович мяч протащил. И отпасывал на австрийц, хорваты, да, двое. Говорили, почему так получается. Не достаточно еще игровых связей, наверное. И вот здесь Кендеш, как истинный лидер, ведет команда за собой. Гораздо интереснее. У него больше движется, конечно, мяч, чем игроки. А Шахтер пытается делать продвижение именно через игроков. Ну, в принципе, так заложено, видимо, в футбол Верни Дуба. Смотрим, что получится. Ударка. Подача в район 11-метровый. И там выше всех выпрыгивает Артем Милевский. Вот, смотри-ка. А вот это Кендеш. Ну, вот и все. А вот это Юрий Кендеш. И он делает счет 1-1 в этом матче. Ну, смотри, да. Когда мы говорим, кто больше владеет мячом. Но больше всех мячом владеет в этом матче Кендеш, если уже брать. Да, не Шахтер, не Динамо. А действительно, вот в нынешнем сезоне. Смотри, гол-то не засчитан. Ну, собственно, это не отменяет наше зрение. Ну, вот по футбольному, конечно, интереснее смотреть. В эти полчаса уже, да, полчаса, кстати, прошли за Брестом. Ну, здесь отмечаем, пожалуй, работу Сергея Ковальчука. Я после этой атаки продолжу свою мысль. Неплохой прострел от Витуса. С мячом Савицкий встречается. И точнехенько его укладывает в дальний низ. Вот это да. Казалось бы, ничего не предвещало угрозы. Но забыли просто-напросто Савицкого на углу вратарской площади, штрафной площади. И он аккуратно уложил мяч точно под штангу. Там уж шансов футера не особо много было для того, чтобы спасти свою команду. А Максим Витус, судя по всему, записывает на себя голевой ассист. Действительно, это грамотное продвижение. Ну, посмотри, сколько здесь концентрации игроков. Здесь можно было скинуть вот и на Йоко, в принципе. То есть здесь были хорошие предложения. Здесь не столько именно вопросы даже к расположению защиты, сколько действительно... И ногой своей, да, физической подготовкой, что надо, выносит мяч. А здесь кендер с дальней дистанцией бьет. Суперкубка не всегда свойственна. Голы такие, в принципе, тоже интересные. Не с неба свалившиеся. Поэтому, я думаю, передать в студию мы сейчас можем этот матч с хорошим настроением. Давай, передавай. В атаке в паре с Дарко Бодулом Александр Селява, если я не ошибаюсь, заменил 22-го номера Александра Булычева, молодого. Юрий Узоки отправился у нас между тем разминаться. Ну, мы напомним, да, что у каждой команды есть по 7 замен. Так что, в принципе, сегодня мы можем вообще чуть ли не 2 состава посмотреть. Но тут, конечно, вот... ...которые мы видим на табло. И как-то ничейные исходы для этих поединков более привычны. Азаре своей карьеры отличался такими мячами. Но пока он в отдалении несколько. И Дарко Бодул в итоге. Нету этой ширины атаки. Вот мы смотрим на дальний фланг. Да, там есть игрок. Да, это крайний защитник. Но вот только сейчас доходит до него мяч. Ну, Брест уже успевает перестроиться. Подача Матвеевича и удар головой Диасамидзе. И рядом со стойкой мяч проходит. В принципе, как мы видим, только и остаются, что стандарты, да, у Шахтера, но... И Юзыпчук у нас будет действовать слева. Может быть, увидим мы, что Юзыпчук, либо Савицкий по ситуации будут в 2 форварда где-то играть. Вот смотри, а, какой удар. То есть, вот много академизма в действиях Шахтера. У Бреста мы, конечно, такого не замечаем. И мы видим даже в меньшинстве, в принципе, как Брест хорошо выходит в атаку. И Жонная с какими-то разговорами, заменами, там еще что-то. И у Шахтера просто не останется время, чтобы перейти в атаку. Это даже пошла. То есть, можно это все быстрее делать. Тем более, как ты говоришь, есть проверенные ходы. И, в принципе, можно... ...на заключительную четверть уже тайма выпустить, да, и постараться каким-то образом себя проявить. Вот так неплохая атака сходу получилась. Спасибо. Сегодня, если мы видим, вот по прошествии 85 минут. Минут, которые, в принципе, учитывая, что Динамо играло в меньшинстве. И потерять мяч. Ну, нет этой возможности. Мы так и не включились в фланги. Хотя мы и Антича, и Матвейчика, и Бурко видели. Не самых последних, да, людей в белорусском футболе. Но вот остается только в топ-матче. Ни с Батэ, ни с Шахтером. Всюду, можно сказать, даже вот просто не нагнетая, всюду Брестская Динамо проигрывала концовку за счет худшей физики. Но сегодня этого не произошло. Сегодня это большой плюс Брестскому Динамо, что они сегодня отвечали за темп. Они сегодня выдержали этот темп. Они выглядели лучше во всех компонентах, в том числе в тактическом.